Каспий, а у нас Каспий, блядь, мы уже сказали вам Каспий, нас слушай, вы, блядь, пьяные, короче, вдвоем, мы затянем, и ты, и ты уже вам тоже пьяные. Мы дома, смотри, вон, дядь. Так, в чем вверх? Ну, это точно. Чуть-чуть, да? Да, пока, в общем. С Чубар ехать сюда стричься, это вообще повздец, еще пьяный. А, да, с Украины. Ага, блядь. Вся молодежь бухает, ее, как нормально. Сейчас все что-то... Могут и курят. Курят, пухают, какие-то вот эти спайсы, слайсы, блядь, сейчас. Сексы. Мерчи, или что там, да, употребляют. Такое ощущение, что они так чуть-чуть пониже, как-то прям, ну и кресло не догоняется. Они сейчас и вот эту таблетку употребят. Вообще ужас, я на днях девочек видела, во дворе вот туда. Они трезвые, но они что-то употребили. А, что нравится? Как здесь, тут все вышли, говорят, а они... У них глаза стекло, чуть не, блядь, не знаю, какого цвета. Ужас, блядь. Менты приехали, не знаю, что там было, блядь. А, те, две левочки. А, братья писали? У нас на работе уже там... Сказали, блядь. Там они в 2008-го, вот, да. Щеглушки? Да. Они совершенно... Они прям никакие! Я смотрю, стрягу, блядь, они вот тут ходят. Чё, блядь, происходит? Чё-то там до кого-то докапывается. А-а-а-а, блядь, я на них сотрю, блядь, говорю, чё они, блядь, аху его знает, говорю, ахуины, что ли? Потом соседи тут вышли, но они прям ржали, как будто я не знаю, блядь. Потом села на лавку одна, давай, блядь, выйдь. Хуй, пламя, потом милиция приехала, и я уже всё, дверь прикрыла, нахуй, говорю, щас, блядь, загорелись, как свидетеля, блядь. На железную прикрылась, говорю, нахуй идут они. Чё уж там их ужас. Ну, они, видно, уже таблику какую-то употребили. Они прям были неадекватные. Уж чё там дальше с ними, хз. Про них говорили уже получается, да? Да, я же здесь, юристом же работаю, прокатываю. А-а-а. Это, по-моему, неделю назад было. Да-да-да. Чё, только неделю, ага. Афера там, по-моему, выиграют. Ужасно, блядь. Смотрите, по-моему, спросили, у вас есть там средства нахуй, что мы ставим, да, ответим. Так, добровольно, да? Да. Папец. А-а-а, нифига себе. А у меня прокурор уголился чё-то от вас, из класса. Был у вас там прокурор. Ну, скажем, он помощник был. А у меня дома не было. Я же зимой туда пошел. Да он вот только ушел недавно. Поехал в Караганду и его перелили. А-а-а, короче, Атама, это... А-а-а, в общем, до такой степени честной взятку. Ему сказали, закрывай дело, деньги получишь, машину купишь. Он отказался подписывать. Из баспорта. Он на индуса похож парень. Он это... Красивый такой это. Ну, казах. Но он индус. Ну, для меня он индус, я его индусом назвала. А вот пришел вчера, говорит, да, я уголился. Говорят, они мне говорят это, я, говорит, взятки не собираюсь пройти. Ну, хороший парень. Жалко, столько учился. Здесь еще, говорит, нет. А там, говорит, Кари берут. Там не хочешь взять, говорит, ты все равно берешь. Кари берут по-другому. Он здесь был помощником, и туда его перевели уже, это... Кари берут по-другому. Вот такой ложечка. Равка, конечно, столько лет учиться. Ну, расстроенный. Хоть я и не показывал вчера виды, но видно было, что это... Хуёвый его. Столько лет он хотел это чуть ли там не до какого-то там звания. И выше, и выше. Я ему говорю, надо было брать. Он на меня так смотрит, говорит, вы чё? Какой-то пригрок, ты бы сейчас на машине ездил. Так пешком ходишь. Не, семья богатая, они могут купить машину. Он сам не хочет. Родители это скотом, которым отец занимается. Скот, рыба. Родители-то богатые. А он сейчас магазин жене открыл в Караганде детские вещи, говорит. Как это так? Посмотрим, говорит, дальше. Жалко, мне столько летучишься, учишься. Бац, не подходишь. Взятку брать не умеешь. Блин, это страшно. Не, а зуба, наверное, взял мой взятку, блядь. Одну взял, вторую взял, до третьего посадили. Тоже. Ой, не знаю, чё будет. Оттуда вас с этих... Посол, блядь. Давай. Я его ещё только на фотографиях видела. На фотографиях скромный очкарик. А в жизни хуё знает. Жизнячка. Да. Скорее всего. Здесь они ещё и работают. С первого как работают, скорее всего, в декабря. У меня будет зима не печать. В начале января. Дустьян жила на первого января. С родителями, когда тоже. С родителями зима не печать. А у меня будет политическая некосновенность, оказывается. Да, если она будет. Ай, да, и как это, тёща распространяется, оказывается. Так, кого нахуй посолоно. С кого начнём? Да, нет! Мне очень... Нет, дочь письма. Мама не взяла никуда лезь. Ты чё, дура, блядь. Ну, чё ж я ёбнутая, чтобы подставлять вас. Сегодня я подставлю, и завтра вылетит он, и чё. Полы пойдёт мусь бы. Чё ж я бы совсем дурно. Матерь мне это надо, вот. Я бы не мог. А это вчера я успела барбер в арбатке ещё. Взял военное помещение. Мой кабинет большой большой. Барбер. Да, мой большой кабинет в арбатке, он с Астаны. Но он мне написал, он хотел со мной работать. Я, конечно же, сразу сказала, удача, братья. Посмотрела, что появилось. А тут вчера ночью, и сегодняшняя туловича, что-то проснулся в 3 часа ночи. Сна, блядь, нет. С этим погодой, вот этой изменения темноты. Ой, вообще, это что-то с чем-то. Вообще, уже всё, в 6, блядь, спать охота. В час в 3 проснёшься, и ничего не охота. Ты уже встаёшь. Я уже думала, блядь, рабочий день в 7, что ли, блядь, начать, блядь. Убрать это 9-10, блядь. И думала, дай-ка я инстаграм. Пытаюсь скачать инстаграм. Ничего не скачивается у меня, почему-то не могу сходить. Ладно, думаю, хрен с тобой. Через гугл. Насколько возможно было скрин, всего видео понаделала. Думала, какой ты барбер, блядь. Всё крыло, косо. Пытается бессмыстрижка. Ё-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо. Практи, я сказала, нахуй иди. Ходи так тебе хорошо. Тебе очень хорошо. Нельзя ласкасаться. Пусть спокойствие показалось. А двое пришли, ага. Двое пришли, умоляю, ну исправила, что делать, а одного нет, сейчас на каждом шаге 120 с лишним вариантов, каждый день открывается, каждый божий день, ну как электрики, одного вызвала домой резетку, а он мне говорит, кафель надо долбить, ты что, дурак, говорю, блядь, отпути эту, вот другая, поставь другую, зачем кафель долбить, ой, бай, так не делается, в смысле, блядь, так не делается, ну потом надо будет кафель, я что, где, блядь, возьму, блядь, все так делают, тупой, блядь, баран, блядь, ой, ладно, мужик, ну иди, другого вызвала, сделала, она у меня, блядь, два дня не продержалась, блядь, опять что-то, блядь, загорелась, блядь, там, третьего вызвала, а он, блядь, а что он там нельзя изолировал, ничего у вас, из-за этого, другого, ну, блядь, думаю, электрик, я зиму, что другого, блядь, не ужас, нет, а после третьего, вчера долбанула, я вчера, блядь, ладно, блядь, иди до понедельника, блядь, все, блядь, все, блядь, все, блядь, все, блядь, какие-то звалины, они не обидно, они не обидно, , они не обидно, они ada, которая Часто ещё нету от подъезда. Да, помог. Угу. Он ещё рулится. Попробуй, ещё рулится. Красивый. Капец тоже. Появляет часа. Четыре-напросто. Сиденье у нас. Много за память. Немного. Что не хватает. Что-то не знали. Да. Потому что мы упали в штормах. Витаминов каких-то. Там ещё с созёрного парень. Этот, блин, забываешь, кто из Замыкевича. Как уловочек. Ладно. Ты так и всех знаешь. Половина стекла. Знают. Ладно. Тут же сказали. Он был прокурором. Потом его сюда. Угу. 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 Вот такой процесс. А этим занимается вообще отправка в этот суд, да? Или по городу? Красиво. Любое дело, 80 процентов. Что-то. Я не вижу дела. Посмотрите. Угу. Ну, вся грязная работа. Наши подходы проверяют. Там занятки делают и отправляют. Ну, это по идее, работа сессий больше. Ага. А я больше. А я это. Наверное, в общем, уже. У нас там школы, болельцы. А, контроль, да? Да. Ну, да, вот это очень. Да, я пока так. Помощь, я не чувствую. Затоишь, ты тут больше? У меня нет. У них нет. А у них тоже нет. А, нету? Нет. В среднем. Ну, хотя они просто в среднем. Ай, нахер надо. Конечно, тысячи работают в магазине. Да. Ну, а? Ну, а? Ну, а соль, которые подняли, по 30. Это в среднем. Ага. Ну, там потом. Классность. Там не писание. Здесь полотенцы. Сколько работаешь, да? Ну, а вообще капельки, короче, да? Я думала, хотя бы пятьсот. Ну, наверное, шесть получаем. Пятьсот. Ну, наверное, шесть получаем. Пятьсот купать тоже, да? Ну, сейчас все увагняются, приходят и увагняются. А, покорочки? Да, уже. Пусть быстро увагняются. Ну, у нас ничего не платят. Все приходят же думают, о-о-о-о-о-о. Бабло, бля, и капать были связи. Ой! Да сейчас денег нигде нету. Вот я честно говорю. Вообще нигде нету. Бабло. Может быть, и магазины имеют, ну, торговые центры. А так, по-моему, именем быть, аренда. Кто в аренду сдают, те имеют. А кто вот просто... арендует, они ничего не имеют. Ну, вот месячная зарплата, вот как на заводе. Пятьсот, шестьсот. Все. Больше надо предприниматься сейчас это... Ну, вряд ли там ямы. Те, кто арендой занимается, все имеют. В общем, не выгодно им держать этот бизнес, так же. Если только ты не получаешь от него, блядь, удовольствие. А если ты не получаешь от него удовольствие, будешь пойти на завод работать. Ну, вот так вот. Сто процентов. Там, блядь, получил месяц эти семьсот, шестьсот, блядь. А здесь, блядь, не все, блядь. Сколько не калывает, один прям. Пля не выходит. Да, я на руке, я на руке, да? Пля не выходит. Не, на руки вообще не выходит. В любом бизнесе вот девчонки тут соседки, соседки держат в магазине. Блядь, 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 копейку-копейку считаем. Я говорю, в смысле, блядь, магазин вроде продюсовый. Не, я говорю, чуполя мы не заработаем. Вкладываешь, вытягиваешь, где-то, блядь, пропало, еще что-то. Да, люди же еще не понимают, что это. Товар, блядь, особенно в морозилках, вот это лежит. Одни ломают. Сюда и все, блядь, пересматривают. А уже, это, по ценю, блядь, товар уже просчитать. Что у вас будет? Знаешь, здесь тоже лежит. Один из них перемещен. Можешь себе за такую дерьмо отрывать вот и ну ладно. Письмо повисят за козуной валой. Да, за шестьдесят тысяч можно говорить хорошие кашинки лезть. Зато у нас до меня будет, кажется, до шестьдесят, за это кашину. Ну, до каши в общем. Сейчас и детский есть, каждый родитель знает размер своего ребенка, заказал, и все, невыгодно. Вот он футболист сидит, он там же, в этом барбате. Сидит? Нет, сам на завод устроился. Ну, невыгодно. Так он мне говорит, что не надо содержать, отдел не тянет. Женился? Женился, да. Женю надо содержать, невыгодно. Это брат сидит, братишка врачи. Когда у меня выходной, я выхожу где-то за жена. Потому что не тянет в магазин. Он сейчас туда ходит, поприкалывается, поржает чисто. Там же этот барбер, его друг. Они-то развлекаются друг с другом, загоняются, играют в арматы. И тихо. Да, да, да. Видео друг другу снимают, папы показывают на видео, друг другу материал. В инстаграм себе расставляют. Вот веселая жизнь будет. Я увидела, я напишу ему, гарбер, тебе для этих, зачем жениться надо было? И детский сад, для счет жопы. Угорает. Как же там стоит бар с гарберем, для другого показания? Где без меня есть? Жопы детства. А отдел не тянет у него, из-за этого пришлось устроиться на завод. 500 тысяч его отдел не приносит. Потому что их сейчас еще один открылся. И там у Алиханова еще было уже магазин, как называться, такие. Их очень много спортмастер. А у него и товары-то есть. Их очень много. Посидел чуть-чуть, пошел назад. Сейчас чуть-чуть еще посидит и закроется. Уф-уф-уф-уф-уф-уф. Я думаю что это будет. Здесь сковцы валятся. Да, это не выглядит на посты. Сейчас бизнес не так что-то. Ты здесь не знаешь, какой открывать, что открывать. Вообще не знаешь. Строительные магазины, они самые выгодные. Но у нас строительные, больше столяна у нас. Да. Строительные магазины. Фокер Халбурт будущего зятя. Мамаша в Германии здесь же. Магазин в космике. Я лучше не говорю, лучше не говорю. Я там даже на кисточку не купила. Какой-то элитный такой у них там прям двухэтажный. А этот магазин двухэтажный. А этот зятя посол. Я честно говорю, я даже еще не этот, не... Каждый день собираюсь. Ладно, завтра позвоню на видео. Ладно, завтра позвоню. Какой-то нахуй. Я даже не писала ничего, я вот что скажу, блядь. Ну, думаю, нахуй. Его воскресенье вот у вас парни день рождения. А она не хочет, мама у него воскресенье день рождения. Блядь, ну чё к чему? На чё намекает? Зила промолчала, вчера она написала. Парень для начинается, блядь. Либо денег просит взять. Либо, либо. Что когда? Подстричь без вас, ну а вот. Бля, его надо подстричь, он подстричь. У меня подстричь. Он очень больно, убрать. Где он нашла, блядь с той очками, поблиз? Такие очки, это чисто немецкие, толстое стекло, наверное, сегодня она мне выслала фотографию, он в черном костюме, белая рубашка, как школьник, с галстуком. Где-то они там были, где-то она тоже в черном куда-то ходила, она с ним там. И там еще мужик какой-то, казах парень, симпатичный, прям он мне понравился. Вы слышите, правда, да? Ну, симпатичный казах, прям тоже в черном, ну, это как фрак, шторы, но они... Куда-то, видно, ходили, он какой-то, она мне выслала вчера. Походили, если я не посала, прям вот этот, вот этот, блядь, школьник в ее страну, хуй скажет, что ему, блядь, скоро 27 лет, маленький, молча. Не зять, блядь, не зять, не зять. Нет, зять-то с него есть в черном. Те, наверное, в их схемах имеются, с осадиной. У денег, она говорит, мама, вроде, говорит, около 8 миллионов на нас шутили без этого. Я, у этого, с малыней, мы уже посчитали, куда мы будем тратить. Мы прикинули, но мы им еще об этом не сказали, короче, мы дома обсудили, поржали, куда мы потратим его зарплату. Сейчас поедем, Настя говорит, карточку возьмем на него. Скажем, взять, взять, кстати, бежать, надо готовить. Ой, блядь. Прическу, да. Нет, в декабре-то я пойду, этот, это, надо найти мастерок, еще не смотрела, честно, говорю, брать не хочу. До ресницы, наверное, надо это сделать, попробовать нарастить. Потом, что там, а хочу, ногти надо сделать. Блядь, ну что, прям уж совсем не опозориться, в спортзал абонемент заказала, говорит, Сашке позвонила, болела. Саша, говорю, абонемент мне на 1 ноября сделать. Ладно, говорит, приходи. Я говорю, да, буду в ноябре, где король, в спортзал ходить. Чтобы это прям вау. Два месяца, блядь, короче. Ха-ха-ха. Ой. А бабушка, сколько? А бабушка как раз выглядит на балтилик. Я подумала, что... Тут еще она бабушка стоит, мужчина, а это девка с этой стороны. А оказалось, она не девка, а мама, блядь. Она мне говорит, да, мама, она очень молода, я хотела, сказать, все меня заткнись бы. Ну, видишь, они там, во-первых, за границей чуть-чуть все по-другому уже. Влажный климат. Да. Влажный климат. Влияет, лицо разглаженное, конечно же. Ну, и женщина владеет магазином косметики двухэтажным. И вот просто я представляю, там все, что есть, она все на себя это мазикает. И она сидит, она же не пашет, серийная, там у нее продавцы. 12 человек, она сказала, Ксенька. Мама говорит, там 12 продавцов, я думаю, я себе, что за магазин, она как двухэтажный. Вот они 20 лет и улетают, познакомиться уже так. Я, короче, встряла. Все тебе, милосты, мать, мать. Будущим. Настя говорит, так, будешь учиться от Валкаше, малой. Алмата отменяется, да, вот. Двоих сетем я до фигни выдержу. Махуй, блядь, еще вторая. А вторая-то как раз-таки выйдет, блядь, как бы чуть не из-за президента, блядь, будущего. Потому что это пронырливая такая, везде, блядь. Да, деньги надо почитать, куда мы его потратим. Мамыш, никто ничего не дает. Мы их уже потратили. Визуально. Мы их визуально, да. Так у нас у каждой по 19-му афону, который еще не изобрели. Но за наши деньги... За сыпи. Да. Ой, жаль, как бы. Вот, ну, я, вот, ты говорила, молодая, молодая, я старая, беру, блядь. Нам вообще ничего, блядь, не обломится, там, блядь, немцы чистокровные, они очень жадные. Чистокровные немцы, они очень жадные. За что тут сестра, Баиланна, Маринка, замуж вышла, тоже в демобию. Бахашка. Си, блядь, до 30 лет жила в Бахашке. Не замуж, не с кем не встречалась, тоже очкаивается. Тут поехали с ней вдвоем, блядь, я и она. О, жем. Мамцы держат они, кукурузу растят. Мамаша или здесь живет, Маринкина? В Бахашке, на Амик районе, в 20-м году. Какая ей, нахуй, Германия, они даже не светят, блядь, отпуск. Там, че, вот это его мама, этого взятия. Ой, блядь. Она там до такой степени жадная. Мы пошли по замку, блядь. Мы никогда не были в замках таких огромных. Она, блядь, за нами на немецком говорит. Сейчас, блядь, сейчас ловит. Она ходила, блядь, за нами, дура эта, блядь. Она жадная, блядь. Вот мамаша только один раз была в Германии, со 100 колец, сколько Маринка, замужем. Она говорит, че там ей делать? Вот так. Ага, вот че-то Марина, глаз ей проткнули наши врачи. Колола какие-то, блядь, там витамины, блядь, в глаза. Ей нечаянно проткнули где-то такой зрачок. Нет, чтобы в Германии операцию, блядь, сделать, то эта женщина, наверное, будет взять эту. Мамаша сказала, ни хуя, пусть себя там пусть и делают. Жадный, как вздец. Прям страшно. Ой, бай, не дай бог. Она за нами по этому замку, блядь, вдруг мы что-то спиздили. Ходила по лям по пятам. Чистокровные, они ужасные. Она все считает за них. Вот она с ними живет еще до сих пор. Каждую это считает, куда, че потратила это, блядь. Хотя вот трое детей столько лет вместе. Может, можно вообще нихуя не считать. Она все равно из-за русского считает. Да, она ее, блядь, как маленький пуссировая. Ой. Там, блядь, это... Не сильно так-то. Не, моей-то, че, повезло, а он будет, это... Сейчас, здесь пять лет. Сколько там уже, как контракт. А потом в другую страну. Что не будет на месте. Да, там, ротация. Вот. И у нее на пенсии тоже будут с ним есть. Куда они? А я с ним в двери. Я просто им еще не сообщила. Нет, подпортить-то подпортила. Ничего не говорю с дядем. Ага. Ну, блядь, это... Ну, блядь, это... Первая встреча страшновато. Как пройдет, че, блядь, вот это только у меня. Нет, просто когда я увидела фотографию, конечно, меня стало вообще страшно. Блядь, ну, блядь, 50 с лишним такой. Я подумала, сестра, я ей говорю, а это че, сестра, вы, че, это, сестра приехала? Нет, родители. У бабки было день рождения, там, в Римании. Я и подумала, у него сестра в Латвии, где живет, блядь. А это, думала, мама. А казахстан бабушка выглядит на 50, ей было 70. Ну, я чуть не упала. Нет, мы так не выглядим. Мы, в Казахстане, мы так не выглядим. Нет, есть, конечно, тёлки, которые вот это каждый день, там, крем, мем на лицо. Ну, которые прям досконально за собой. Слезят, есть такие, ага. Ну, это бабла надо, во-первых, строить. А в Римании на это не надо. Ну, моя, что 4 года прожила там, в этой Астане. Я, ну, она выглядит шикарно, но не из элитных. Хотя и в спортзал ходит у меня, и, блядь, с ним вот эти всякие волосы на эти, ногти, ресницы, брови на там, блядь, с ним. Ну, все равно я вот онлайн смотрю, что типа всякие звезды, они прям вау. Они выглядят, конечно, блядь. Ну, не как Алла Пулачёва, конечно, Алла Пулачёва, конечно, а Алла Пулачёва, это всё, да, что-то я сейчас не буду смотреть. В любое время. Ой, да-ац. Я недавно видела там, да, ужас, саморомерка старая, ужас, ужас. Ну, она говорит, в Россию придала, что-то там, я такое, не поняла я. Что-то там, вроде, что-ли, с галкой, а не в сборе, что-то я такое почитала. А, да-ац, не понимаешь, что-то? Что-то, да, они, короче, не граждане, да? Да. Ну, из-за военной весы, мне кажется, все, что-то. Что-то там такое я почитала, не поняла. Да, причём, смотрите, странная женщина, она очень странная, потому что, значит, у нас ничего не так, но ничего не так. Могли бы скидку сделать, да? Зачем такие сроки? Мама сейчас, папаша, до сих пор ездит на меня, вот смотрю, в пунктами, дома, да, я думаю. Ну, наверное, полстрока от себя здесь сидит. А, ну, не сидит. Валя, треседа, семнадцать. Ну, есть поведение, правда. Соответствует. Вот, что у клиента, а Фархат у меня есть, у него братишка ехал в расходности и говорит, что это женщина сидит рядом. Женщина, короче, разговаривала по телефону с кем-то и говорит, что вообще всё продала, всё продала. Я вот сейчас поеду в Балматы, квартиру купил, бизнес-то, новый взаимоснанат, кем-то по телефону, этот телевой сидел рядом. Тоже мой клиент пришел. Ой, блядь, другу звонит и говорит, баба едет, говорит, со мной. Баба, да хуя, продала всё там, в Балматы. Баба, да хуя, давай, короче, ты меня встречай, её проводим. Они её проводили, они её поймали, они её на хату завели, пошли купили алкоголь, завязали сначала её, потом кутали утюгом. В ручке мы её кушили, деньги давали. Она говорит, ребята, у меня вот на касте 100 тысяч. Их рассудили за 100 тысяч деньги, она, оказывается, просто, просто пиздила по телефону. Мужик понравился, она хотела его завлечь. На самом деле ничего нет у неё. Была вся однокомнатная квартира всего лишь. Так мне понравился мужчина, и она вот решила ему, этот у вас поезд приехал, у автобусейки сделать. А этот уже уголовник на сколько раз сидел. И с другом они, потом они бы её убили и закопали, никто бы даже и не узнал. Они нахуялились, избили её последний раз и уснули. А ключ был в дверях. Она смотрела, на улицу выбежала, разъедшая, такая убитая, они мне приехали сразу. 13 лет, 6 месяцев брали. В автобусах отъездили, я говорю, и чё, меня-то собирается. А он говорит, ехать, не работает ни хера. Говорит, пошли, человек с телесом с нами работает. Ну и будет сидеть весь срок. А брат вообще старший. Божий одуванчик. Малой, он уже не первый раз сидел. Малой вообще отравили годами. Вот и 13 лет, 6 месяцев, ещё молодая. Ну, живая она. Истязание там на времени не было.